Привет! В компании «АвтоСтронг» вы можете купить отличные БУ и новые запчасти, а в компании «МотоСтронг» просто восхитительные мотоциклы. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», там актуальное наличие. Все эти мотоциклы приехали из Европы, находятся в отличном состоянии и сразу готовы в путь, продаются с полным пакетом документов. Обязательно звоните и менеджеры «МотоСтронга» ответят на все ваши вопросы, подберут отличный байк и помогут с доставкой по Белоруссии, а также в Россию, Москву, Питер, Симферополь и Смоленск. Обязательно обращайтесь в «МотоСтронг». Ссылочки и подробности будут в описании к этому ролику. В последнее время мы частенько рассказывали об автомобилях, которые привозят из Европы. А сейчас давайте поменяем направление и расскажем вам об автомобиле, который часто импортируют из США. Итак, встречаем «Шевроле Малибу». Шевроле Малибу – автомобиль неизвестный. Выбор неочевидный. Это вам не «Форд Фьюжн» и не «Тойота Камри». Между прочим, до вот этого поколения «Шевроле Малибу» вообще не был известен на нашем рынке. Это, на минуточку, девятое поколение. Так почему же этот седан стал настолько популярен? Потому что стоит недорого, имеет проходной мотор и за небольшие деньги вы получаете много американского седана. Действительно, «Шевроле Малибу» делит платформу с «Опель Инсигния». Но, как видите, по кузовщине у них ничего общего нет. Также в салоне нет взаимозаменяемых деталей. Ну и если верить каталожным номерам, то подвеска у них тоже невзаимозаменяемая. Тем не менее, «Малибу» привозят из США. Отремонтировать этот седан реально. Много запчастей, кузовных, так и агрегатов есть на разборках. Обязательно позвоните в «АвтоСтронг». Также есть специализированные СТО. Ну, а сейчас давайте посмотрим, насколько выгоден и надежен этот американец. Практически повальная проблема «Шевроле Малибу» – это намокание обивки потолка в его задней части прямо по центру. А вода сюда попадает через уплотнение повторителя стоп-сигнала. Как видите, стоп-сигнал находится не под стеклом, а снаружи. Производитель, кстати, признал эту проблему. Так вот, если снять обивку потолка, то можно увидеть, что несколько из штатных гаек ослабли. Эти гайки рекомендуется заменить на самоконтрящиеся. Еще сервисный бюллетень говорит о замене четырех прокладок, которые нужны для уплотнения отверстий под шпильки. При закручивании гаек не переусердствуйте, потому что можно сломать стоп-сигнал. Такая проблема может произойти в жару. По инструкции сначала надо затянуть центральные гайки, а затем обе крайние. Все с усилием 4,7 ньютона метров. Еще встречается проблема с появлением воды в багажнике. По этому поводу даже был выпущен специальный сервисный бюллетень. Так вот, весь этот резиновый уплотнитель мог быть неправильно установлен на конвейере. Вода находит брешь под ним возле петель крышки багажника, а также возле левого фонаря. Нужно плотно посадить на место резиновый уплотнитель возле петель, а швы между кузовными панелями возле левого фонаря нужно промазать герметиком. Салон «Шевроле Малибу» пока не дает поводов для беспокойства и ремонта. Пластик и обивка сидений служат долго. Единственное, что со временем теряет внешний вид обивка сидений, а именно, дерматиновые боковины, если они есть. Дермантин начинает трескаться, естественно, в первую очередь на водительском сидении. Иногда при вращении руля возникает скрип, который слышен снизу, прямо в районе педалей. Для того чтобы устранить этот скрип, надо снять крышку на проходном отверстии рулевого вала. Там вал проходит через пластиковую втулку. Так вот, если смазать эту втулку силиконовой либо другой смазкой, то скрип исчезнет. Массовая проблема автомобиля «Шевроле Малибу» – это ошибка по педали акселератора. Она загорается на приборной панели, и тогда мощность двигателя ограничивается. Так вот, педаль акселератора меняли по отзывной кампании. Кстати, в этом случае можно поменять педаль акселератора, можно поставить ИБУ. А также можно разобрать корпус педали и подогнуть контактные усики потенциометра. Именно из-за плохого контакта усиков с дорожками возникает эта проблема. Еще одна проблема, которую массово устраняли по гарантии – это замена концевика в селекторе АКПП. При этой проблеме при включении паркинга на панели приборов появлялась просьба переместиться в паркинг. В общем, весь селектор АКПП меняли по гарантии на новый. Кстати, если у вас такая проблема, то можно поменять и на БУ. А можно разобрать свой селектор АКПП, чтобы поменять небольшой концевой выключатель. Чаще всего к нам привозят машины Chevrolet Malibu 9-го поколения с двигателями 1.5 Turbo. Этот мотор – близкий родственник двигателя 1.4 Turbo D14X-FT, который устанавливали на Opel Astra K. Так вот, у этого 1.5-литрового мотора увеличен ход поршней, алюминиевый блок с чугунными гильзами, в приводе ГРМ цепь Морзе, два фазовращателя и турбина. Этот двигатель успел натворить бед, от которых пострадал сам же GM. Дело в том, что разрушались перегородки между поршневыми кольцами. GM признал проблему и сказал, что причина – это эффект LSPI, то есть детонация при малой скорости работы двигателя. То есть это происходит из-за воспламенения некоторых компонентов присадок в моторном масле. В 2017 году был выпущен новый бюллетень, который говорил о том, что надо использовать другой сорт масла – масло Dexus 1 поколение 2 вязкостью 5w30. Дилеры вместе с этим обновляли прошивки. В общем, поршни на двигателях 1 и 5 разрушались на Chevrolet выпуска 2016-2017 года при пробеге более 50 тысяч километров. Когда вы покупаете Chevrolet таких годов, лучше проверьте двигатель. То есть проверьте двигатель на пропуске зажигания, также открутите маслозаливную горловину. Газы не должны пыхать ни оттуда, ни из выхлопной трубы. Но лучше всего сделать эндоскопию цилиндров. Удивительно, но отколовшиеся части перегородок не наносили серьезного вреда ни поршням, ни цилиндрам. То есть двигатели продолжали работать худо-бедно на трех цилиндрах. В целом 1,5-литровый турбомотор не особо хлопотный. Беспокоит по мелочам. То дроссельную заслонку ему почистить, то поменяя электровакуумный клапан управления заслонкой турбины, может закрепить и вакуумный насос. Некоторых владельцев беспокоит присутствие масла во впускном коллекторе и интеркулере. Оно сюда попадает не из турбины, а из системы вентиляции картера. Поэтому, если это беспокоит, устанавливайте либо отдельный маслоотделитель, либо попробуйте вытащить из клапанной крышки сапуны и прочистить их. Либо поменять на новые. Еще владельцы Chevrolet Malibu охотно снимают топливные форсунки и отдают их на ультразвуковую чистку каждые 30 тысяч километров. Считается, что это предохраняет двигатель от детонаций, а также локального перегрева поршней. Также есть еще лайфхак. Тех, кого беспокоит система старт-стоп, можно купить часть проводки из Китая. После установки проводов жгут проводов возле замка капота, эта система успешно отключается. Гораздо реже Chevrolet Malibu встречается с двухлитровым турбомотором, а также с гибридным 1.8. Двухлитровый турбомотор считается даже менее капризным, чем 1.5-литровый турбомотор. А гибрид 1.8-литровый вдохновлен Chevrolet Volt. Трансмиссия и силовой агрегат там очень надежны. Однако у силового агрегата слишком рано начинаются проблемы с вентиляцией картера из-за лопнувшей мембраны. Интересно, а сколько же стоят такие автомобили? О, Леша из Вест Моторс! Всем привет! Друзья, этот Malibu мы привезли клиенту из штатов и цена по итогу со всеми расходами составила 11 900 долларов. Если вы посмотрите аналогичные варианты на местном рынке, то цены начинаются от 17 000 долларов. Экономия 40%! Да, Илья. Кстати, мы можем привезти как новую машину, так и авто с пробегом из США, Канады, Европы, Китая и Кореи со значительной выгодой. Скидка 20% по промокоду AUTOSTRONG на услугу подбора и организации доставки в офисах Вест Моторс в Беларуси, России, Польше и Казахстане. У Chevrolet Malibu было много автоматических трансмиссий. Изначально двигатель 1.5 был доступен с шестиступенчатой АКПП от GM. Затем после рестайлинга эту АКПП заменили на вариатор VT40. А вот двухлитровый турбомотор был доступен с восьмиступенчатой АКПП от Aisin. А затем, после 2018 года эту АКПП заменили на GM9T50. А вот гибридный вариант был оснащен гибридной трансмиссией от Chevrolet Volt 2 с двумя электромоторами в ней. На сегодняшний день явных и систематических проблем с этой трансмиссией нет. Владельцы стараются менять в них масло каждые 60 тысяч километров, чтобы застраховаться от преждевременного износа. Сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. А если вы хотите узнать раньше, что выйдет на нашем YouTube-канале, обязательно подпишитесь на наш ТикТок, потому что там очень много технической информации и очень много качественного юмора. Ждём вас! Ну а теперь минутка рекламы. В «АвтоСтронге» вы можете приобрести не только очень качественные БУ и новые запчасти, а также масла, антифризы, тормозные жидкости, разнообразные присадки, также жидкость для стеклоомывателя и множество автомобильных аксессуаров. И как вишенка на торте вы можете приобрести вот такой ароматизатор с лысым мужчиной. А также не забывайте про нашу фирменную сувенирную продукцию. Обе пластиковые половинки короба воздушного фильтра стягиваются и крепятся саморезами. Так вот, если ввинчивать саморезы с большим усилием, то тогда они просто поломают резьбы в своих посадочных гнездах. И, естественно, ни о какой герметичности и плотной посадке фильтра речь не идёт. То есть на ухабах короб может открыться, растрястись, и тогда воздух в мотор пойдёт не через фильтр. Если саморезы уже не держат половинки, то лучше купить новый короб воздушного фильтра, либо же смастерить свои крепления с винтами и гайками, например. Бывают случаи, что расширительный бачок лопается без особых причин, и предсказать такую неприятность невозможно. Также известны редкие случаи, когда лопается правая опора двигателя, а также легкосплавный каркас, опоры АКПП. Эти неприятности тоже очень сложно предсказать. Они происходят неожиданно. Подвеска у Chevrolet Malibu совершенно обычная и в целом унифицирована с Opel Insignia 2-го поколения. То есть стойки MacPherson и нижние стальные рычаги с запрессованными шаровыми. Рычаги предлагаются только в оригинале, то есть не оригинала сейчас не предлагается. Стоят 300 долларов за штуку и ходят примерно по 150 тысяч километров. Для Opel Insignia каталожные номера этих рычагов другие. Оригинальные стойки переднего стабилизатора продаются по 40 долларов. Заменители начинаются от 10 долларов. Передние ступицы неотделимы от подшипников, поэтому цена 200 долларов. Заменители вдвое дешевле. Все это подходит от Opel. Задняя подвеска тут как у Opel Insignia, но далеко не все детали. Тут формально взаимозаменяемые. Значит, цилинд-блоки служат долго. Заменителей на данный момент практически нет. Оригинальные рычаги стоят по 200-300 долларов. Задние ступицы — 460. Между амортизатором и его верхней опорой нужно положить шайбу М10 диаметром 30 миллиметров и толщиной 2,5 миллиметра. Необходимо защитить эту шайбу от коррозии. В продаже можно найти оригинальные обрезиненные шайбы. Они стоят по 15 долларов. Ну что, какой-то компактный обзор у нас сегодня получился. В действительности же свежие Chevrolet Malibu не кажутся ломучими и хлопотными. Двигатель 1,5 не умирает на нашем топливе. Автоматы не задают дополнительных вопросов владельцу. В общем, вот такой секрет успеха. То есть много красивого, комфортного и надежного автомобиля — это Chevrolet Malibu. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала — это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».